Реальность уходящей рабочей недели Привито свыше 53,5 миллионов человек Полностью завершили процедуру более 49 миллионов наших сограждан В Ульяновской области около 405 тысяч человек привиты первым компонентом Вторым 374,5 тысячи земляков Между тем ковидные госпитали продолжают принимать новых пациентов За минувшие сутки общий прирост 561 подтвержденный случай ковида Доля пациентов, оказавшихся на койке в красной зоне после прохождения вакцинации Не более 5% Это те люди, которые переносят болезнь в легкой форме Но нуждаются в постоянном наблюдении врачей из-за хронических заболеваний Аргументы остальных, почему пренебрегли вакцинации, не выдерживают критики У меня крепкий иммунитет, я не в группе риска Я подожду, пока остальные привьются и наберут эти самые 80% Реальность такова, что это ложные убеждения Вирус мутирует, становится только агрессивнее и не щадит никого Впервые с начала пандемии мы заглянули за двери красной зоны Пообщались с медиками, ежедневно ведущими битву за жизни каждого пациента И с самими пациентами, теми, кто готов личным примером показать, к чему приводят откладывание вакцинации на потом Из ковидного госпиталя Центральной городской клинической больницы Материал Веры Мещеряковой Итак, костюм космонавта или снеговика, как его еще называют Это традиционное облачение работников горячей зоны ковидного госпиталя Надеть его сложно, еще сложнее снять и непросто находиться в нем Особенно для дилетанта Что говорить о медицинских работниках, которые находятся в этих костюмах Всю свою рабочую смену изо дня в день, а иногда еще и с переработками Поэтому стоит отдать должное врачам, которые, несмотря на все сложности, все трудности Уже почти два года спасают жизнь И, кстати говоря, вот это самая черта, за которой и начинается то самое спасение Сквозь защитные очки обзор лучше, чем сквозь специальный футляр для видеокамеры Однако картина такова В битве за каждого пациента медики преодолевают немыслимую духоту, нехватку воздуха для дыхания Давно оставив позади страх Здесь мы уже, самая последняя дверь перед входом в красную зону Там уже красная зона Здесь крестболки находятся Мы сначала заходим, закрываем за собой дверь, а затем следуем дальше Истории болезни похожи одна на одну Сюда попадают со средней и тяжелой формами течения заболевания с дыхательной недостаточностью Молюсь всем, до земли молюсь всем врачам Все, все, все Все, выздоравливайте, мы хорошо Аппараты Боброва работают сутки напролет Кислородотерапию получают три четверти пациентов отделения У пациентов может как и возрастать кислородная потребность Так, уменьшаться, кого-то мы тренируем С кислорода пациента снять это тоже не одним днем Сначала уменьшается плавно поток, затем час, через час Лежат в палатах и в рекреации загруженность стационара варьируется от 80 до 120 процентов Препараты и кислород в наличии врачи хоть и с трудом, но с нагрузками справляются Баланс на грани еще одного скачка допустить нельзя Пандемия бьет по всем Сегодня уже нет группы риска под прицелом каждой В эпицентре битвы за жизнь ситуация видится под особым углом Когда нет сил сделать вдох Многие хотели бы изменить свое решение пройти мимо пункта вакцинации Знаете, вот действительно, слушаем глупости всякие Вот эти все интернеты А что нам в 60 лет более Это нельзя, это нельзя глупости Наслушаемся всякой ерунды А потом вот видите, как все выходит Самые тяжелые больные на первом этаже Реанимация, аппараты ИВЛ Места есть, но явно не стоит стремиться их занять В целом отделение рассчитано Развертывание при полной загрузке До 90 реанимационных поезд Последние 2-3 месяца В отделении меньше 60 пациентов На искусственной вентиляции легких не лежало Однако, если соблюдать все требования Ситуация неминуемо улучшится Суточные показатели прироста пока тревожные Но есть и хорошие новости В настоящий момент вакцинации увеличились Большое спасибо, конечно, нашим жителям Которые наконец-то начали серьезно относиться К коронавирусной инфекции В настоящий момент в области средний темп вакцинации Составляет порядка 5-6 тысяч жителей в сутки Шанс заболеть после вакцинации остается Но таковых среди пациентов госпиталя не более 5% 100% вакцинированных Это лица пожилого Перенесшие тяжелые заболевания Или имеющие хронические заболевания Это сахарный диабет Это гипертоническая болезнь Это перенесенные ранее инфаркты Хронические абстрактивные болезни Легких Все 100% имеют тяжелые сопутствующие патологии Единственное противопоказание Тяжелая аллергия На введение вакцины Главное показание – личный пример тех, кто оказался за чертой красной зоны И с трудом удержался на линии жизни Говорите, особенно нас, которые своими болячками Обязательно прививайте Сколько есть Какая вакцина, пожалуйста Это спасет и внуков ваших, и детей ваших, и родственников Делайте все, чтобы было хорошо И будете живы Всероссийские государственные праздники Красные дни календаря 4 и 5 ноября Слившись в этом году с выходными Готовили всем нам хорошие 4-дневные каникулы Пандемия и ситуация пролонгировала отдых на целую неделю С 30 октября по 7 ноября Что важно В текущих условиях это все-таки не время для прогулок Походов в кино Шоп-туров Касается каждого Именно поэтому, кстати, общественный транспорт в Ульяновске Будет ходить по графику выходного дня А школьникам на время отменят бесплатный проезд Общенациональная цель посидеть неделю дома Тем более, что по указу президента Рабочие часы обязаны оплатить Несмотря на то, что на работу не нужно Справедливости ради На работу не нужно не всем Те же водители или сотрудники производства непрерывного цикла Работники продуктовых магазинов Общепита, аптек, медики, наконец Все заступят на свои ответственные посты Наша система здравоохранения работает довольно-таки в напряженном режиме Ситуация, я не могу сказать, что критическая Она стабильная, управляемая Но вот это вот количество заболеваний Его надо сбивать Поэтому принято решение О введении дополнительных антиковидных мер Мы закроем предприятия торговли Подприятия соцгульбыта Спортивные учреждения Отменим массовые мероприятия Чем четче мы это сделаем Я прошу отнестись всех жителей области К этому с пониманием Тем быстрее мы вновь возобновим их работу В первую очередь будем открывать предприятия Так называемые COVID-free Там, где 100% персонал появится И пускать посетителей будем по QR-кодам Надеюсь, что это произойдет как можно быстрее Мы все в этом крайне заинтересованы Будем надеяться, что эта ситуация Скорейшим образом закончится В левое и правое разом В России одобрили постановку сразу двух вакцин От коронавируса и гриппа Федеральный Минздрав озвучил решение В начале этой недели Соответствующие изменения внесены в инструкцию По медицинскому применению Вакцины гам-ковид-вак спутник Ви Взаимодействие спутника Ви с вакциной Для профилактики гриппа Изучено в доклинических исследованиях Показано отсутствие снижения иммуногенности Обеих вакцин при их одновременном введении Значится в официальном релизе ведомства Всемирная организация здравоохранения Одобрила такой подход А врачи предупреждают Наложение двух болезней Смертельно опасного ковида И не менее опасного осложнениями гриппа Может оказаться критическим для каждого Вне зависимости от пола и возраста В Ульяновской области Практика двойной прививки уже прижилась Подробности в нашем следующем сюжете Вороной медицине доверяю Потому что вариантов у других, собственно говоря, нет И считаю, да, делать надо сразу обе Потому что если на ковид еще наложится и грипп Это будет вдвойне плохо Осознанный подход Путь к здоровью Денис Штылев без опасений Пошел на прививку как от ковида Так и от гриппа Решительных мало В обществе поползли тревожные слухи Много побочек Непроверенная практика Ранее зарубежные российские эксперты Утверждали, между прививками Должно пройти минимум две недели Сначала необходимо сделать полный курс Иммунизации от коронавируса И только потом вакцинироваться от гриппа Сейчас все изменилось И теперь два укола можно делать сразу Проводились клинические исследования Про возможность параллельного использования Вакцины против гриппа и против коронавируса Я знал еще полгода назад Потихоньку в научных изданиях Сплава информация Доказанного вреда от соединения двух вакцин для человека нет Наоборот, это мощнейшая защита от возможных осложнений Ведь если на ковид наложится грипп Последствия будут куда хуже И на изучение нового штамма уйдет больше времени После любой вакцины Может быть повышение температур И это нормально Это ответ иммунитета Поэтому этого не нужно пугаться Как в том мультике Бегемот, который боялся прием Поэтому без страха, доверяя врачам Ульяновцы подставляют плечи Важное условие двойной вакцинации Укол нужно делать в разные части тела Подбираются специальные дозы И сами прививки создаются так Чтобы не подавляли свойства друг друга А наоборот, усиливали эффект Решилось, что будет, то будет Хорошо, спасибо, что сразу сделали две прививки Желающих много А у медиков в специализированных пунктах Увеличился рабочий день Вместо четырех теперь людей принимают шесть часов подряд Тяжело, но сил хватает, признаются врачи Хватило бы вакцины Все это время фиксировался дефицит препаратов Сейчас этот вопрос постепенно решается Здесь в специальной комнате, где соблюдается температурный режим Хранится новый транш препарата Препарата от гриппа для детей Для взрослых этот препарат тоже есть Его завезли чуть раньше 156 тысяч доз препарата для детских поликлиник По учреждениям и в пункты вакцинации Ампулы разводят постепенно Для хранения прививок необходимо специальные условия Маргарита Матюшинская, Геннадий Бухтояров, репортер 73 Профессиональная верность Коронавирус стал проверкой не только резервов человеческого организма Но и преданности своему делу Медицинские учреждения всей страны Стонут из-за тотального дефицита кадров Аналогичной ситуации и в сфере образования Вся надежда на проверенные временем и знанием кадра На, в хорошем смысле, фанатиков избранной специальности Татьяна Домоданова продолжит По-другому В кабинете Любови Яшковой особая аура Неповторимая химия У всех восприятие разное То есть кто-то прочитал и все запомнил Кому-то рассказали, он тоже все запомнил А кому-то нужно ручками что-то сделать, чтобы запомнить После того, как ребенок опыт уже сделал Он запомнит его Всю оставшуюся жизнь Вот они как раз Ох, красава Это что? Да и сама Любовь Михайловна из категории запоминающихся педагогов Тех, которые от Бога и на всю жизнь В профильные классы 42-й общеобразовательной Которые ведет съезжаются школьники не только за Волжского района Со всего города Не менее 75% выпускников успешно преодолевают ЕГЭ-припоны И поступают в престижные вузы страны Дети помладше, побывав на химических мастер-классах Заносят заслуженного учителя России в ранг волшебников Учительница начальной школы подошла ко мне и смеется Говорит Дети мне сказали, что эта тетя, наверное, очень хорошо живет Я говорю, не поняла Никогда такой вывод не делали Молоко делает сама Вино делает сама Деньги серебряные тоже получать умеет Живет хорошо И наград удостаивается хороших федерального уровня А главное внезапных На получение престижной премии «Исток» за достижение в развитии естественных наук Никаких документов не готовила Все сделали без нее, так сказать, анонимно Аналогичный расклад для всех 12 лучших учителей химии со всей России Был случай, когда женщина вообще поняла, что это розыгрыш Заблокировала все телефоны До нее весь день пытались дозвониться и сказать ей, что она получает премию Она не отвечала По-видимому, уже с органами образования связались Меж тем, сын Любови Яшковой, Дмитрий, тоже химик А вот эти шпаргалки и задания для подготовки к ЕГЭ Они систематизировали и выпустили вместе И хотя единые государственные маячат ближе к лету Готовить сани с багажом знаний начали с первых же учебных дней Это и очные занятия, и химия онлайн Самая по себе химия интересна и увлекательна Особенно опыты, особенно практические, это вообще сказка Пообщавшись с Любовью Михайловной буквально полчаса Я поняла, что тоже кое-что могу Итак, что мы имеем? Три пустых вот таких вот стаканчика Пустые стаканчики Тоже покажу И вода Водичка, прозрачная, все как полагается Сейчас мы будем ее наливать Итак, теперь перемешиваем Перемешиваем наши калочки Быстрыми движениями, так чтобы как-то немножко заткнуть Итак, где тот самый, где та самая емкость с водой? Ну вот в середине В середине? Пожалуйста Нет Попробуем вот эти кранинка А куда? Чудеса, настоящая химия Татьяна Домоданова, Юрий Давыдов, репортер 73 Дома, требующие капитального ремонта, переведут надежным управляющим компаниям Такое решение принято после скандальной истории с общежитием на Нариманово 85 Где из-за халатности УК около месяца людям не подавали тепло в квартиры В ближайшее время ответственные лица определяют, сколько всего жилых домов, которым требуется серьезный ремонт И распределят их по управляющим компаниям, имеющим позитивный опыт работы, чтобы те привели объекты в порядок Это пока планы, но уже есть и действия 34 дома в Ульяновске подверглись капитальному ремонту По каким адресам прошло или проходит преображение, расскажем далее Сверлят, сваривают, устанавливают, красят Все для тепла и уюта в доме, где многие годы с частой периодичностью сеть отопления выходила из строя Приходилось локально решать проблему, тратя на это ресурсы, как человеческие, так и денежные В этом году капитально меняют батареи и всю систему теплоподачи При этом на отопительный процесс работа не влияет Тепло бесперебойно поступает в квартиры жильцов Заменены все трубы, произведена окраска, огрунтовка данного трубпровода Произведена изоляция, чтобы избегались теплопотери И тепло поступало напрямую в квартиры собственников, а не топило улицу и подвальную часть Систему теплоснабжения дома номер 4 по улице Варейкиса отремонтировали на 95% До 1 ноября работу обещают завершить Галочку «Сделано» поставили на 17 адресах в Ульяновске, где выполнено 28 видов работ Ремонт систем водоотведения, тепло, электро и холодного водоснабжения Привели в порядок кровли, в некоторых домах заменены окна и двери в подъездах На 13 объектах работы продолжаются В целях осуществления контроля за проведением ремонтных работ Организована совместная работа Управления жилищно-коммунального хозяйства И муниципального бюджетного учреждения «Стройзаказчик» За каждым объектом закреплены специалисты, осуществляется строительная контроль 105 миллионов рублей на капитальный ремонт 34 домов Ульяновска Где-то меняют трубы, где-то латают крышу Но все работы обещают завершить к началу декабря этого года Позитивный пример – дом номер 125 по улице Ефремова Где многие годы из-за аварийной кровли проливало все этажи, вплоть до первого Жители фиксировали замыкание проводки В 2021 году весной подрядчики принялись за работу И уже ближе к маю старшая по дому оценивала результат В осенний период крыша проходит тест-драйв По словам жильцов, никаких протечек В квартирах тепло, сухо и уютно На кровле было заменено само покрытие Были такие элементы кровли, яндовая и ливневые канализации Они были заменены полностью То есть все заново вскрывалось И устранялось, как бы заново закладывалось В городской администрации составляется план по капитальному ремонту на 2022 год Через специальную процедуру определяются дома, требующие замены коммуникаций Маргарита Матюшинская, Геннадий Бухтаяров, репортер 73 125 тысяч съедобных брикетов с приманкой Раскидали по лесам региона сотрудники государственной ветеринарной службы В каждом доза вакцины против бешенства Процедура стандартная и проводится дважды в год До и после заморозков В цели выработать иммунитет к вирусу у диких животных Таким образом, даже в случае контакта их с домашними Последний получит дополнительную защиту от смертельно опасной болезни Иммунизации происходят в момент разложения брикета в желудке А еще специалисты Минека подкармливают кабанов, косуль и лосей А также восстанавливают хвойные леса Подробности далее Вот так втыкая делаем посадочную щель Дальше сажим туда, направляется Встряхивается, чтобы краневая система была направлена конкретно вниз И эту щель мы заделываем сначала на себя Чтобы мешок воздушный убрать от краневой системы А потом уже заделывается и ногами прижимается С мечами Колесова наперевес сотрудники Барышского лесничества Регионального Минприроды, арендаторы лесных участков Совместно с представителями местной администрации и волонтерами Приступили к осеннему этапу лесовосстановления В рамках реализации национального проекта экология Федерального проекта сохранения лесов Ульяновская область активно с 2019 года проводит мероприятие по лесовосстановлению И второй год подряд мы занимаем ведущее место по объемам высадки лесных насаждений Работы закончены почти на 100% Одна из основных задач проекта – обеспечение баланса между вырубленным и восстановленным лесом Она будет выполнена к 2024 году Рожь, овес и жмых, а также соль и веточная подкормка 70 кормушек по всей территории региона в эти дни наполняются кормом в ожидании посетителей Прежде всего кабанов, косуль и лосей Такие подкормки сотрудники департамента будут делать на протяжении зимы Весной начнется новый цикл В бюджете региона на эти цели предварительно заложены 2 миллиона 200 тысяч рублей Главная задача подкормки – увеличение поголовья дичи для активного развития охотничьего хозяйства Оценивать потенциал помогают фотоловушки, которые часто ставят именно у кормушек Особое внимание кормушкам специалисты охотохозяйства уделят, если выдастся морозная и снежная зима В такие моменты даже дикие животные наиболее нуждаются в помощи человека Партия сказала надо, комсомол ответил есть Донбасс, Днепрогресс, Волжская, Каховская, Куйбышевская, Братская, Днепродзержинская гидроэлектростанции Казахстанская магнитка, железная дорога Абакан-Тайшет, нефтепровод Дружба, Байкало-Абурская магистраль Более трех миллионов юношей и девушек направил комсомол на важнейшие участки строительства Сегодня ветераны комсомольского движения, как обычно, плечом к плечу Отмечают 103-летие со дня основания самой массовой молодежной организации мира С черно-белых фотографий смотрят улыбающиеся молодые люди Те, кто, единожды услышав призыв, отвечал есть И уезжал поднимать целину или строить новые города Комсомол объединял большим всю страну И ты считал себя частью всей страны через комсомол Вот это действительно давало уверенность, что ты как бы не один Они и сегодня не одни С тем же комсомольским задором, блеском в глазах вспоминают дела минувших дней И с легкой ностальгической улыбкой говорят Жили хорошо, активно, интересно Чувствовали плечо товарища и поддержку в любых начинаниях Ты такая становишься активная Ты столько много даешь людям положительного Ты ведешь их за собой И вот нужно было поднять своих девчонок На какое-то там у нас мероприятие было И вот столько этого удовлетворения было им дано Что они сказали, да, мы встанем и ты пойдешь Вот я говорю, потом вот вроде бы думаешь Ой, как хорошо я поступила Я же подняла весь народ Мы сделали такое хорошее дело И вот такое это было удовлетворение в жизни Тем же, кому всесоюзных комсомольских строек не хватило Тем, кому выпала честь вступить в ряды молодежной организации В сложное для нашей страны время Пришлось взвалить на себя иную задачу В 91-м году, к сожалению, комсомол прекратил свое существование Создалось новое движение Российский союз молодежи Российский студенческий отряд И вот как раз я считаю, что та миссия Когда от старшего возраста мы передавали Все самое интересное, все самое нужное Ребятам молодым, которые в 90-е годы в принципе Утеряли вот тот дух коллективизма, который был важен в комсомоле Говоря о молодежи дня сегодняшнего Комсомольцы сходятся в одном Им не хватает духа коллективизма Но тут же добавляют Они все равно классные, крутые Молодежь 21 века действует так, как диктует ей время Но в случае чего на помощь всегда готовы прийти те Для кого ВЛКСМ не просто аббревиатура А неотъемлемая часть жизни Я горд, что являюсь комсомольцем И сохранил свой комсомольский билет, который у меня есть Порой она разгрызнется, я открываю его И говорю, что у тебя еще, Николай, много задач Которые ты не выполнил Много того, что ты еще не достиг Поэтому именно комсомольский билет Он греет сердце и душу На уходящей неделе культурной жизни Жизнь Ульяновской области замерла В ожидании известия о грядущем локдауне Пока на 9 дней в регионе отменены Все зрелищно-концертные и культурные мероприятия В Ульяновском драматическом подвинули Премьеру премьерного спектакля «Любовь людей» В Димитровградском театре драмы Премьера «Черного молока» перенесена на конец ноября Неизвестно, когда состоится теперь традиционный Всероссийский театральный фестиваль «Александровский сад» От театра-студии «Инфанте Рибу» Не случится джазовый концерт Рональда Бейкера И выступление культового российского бойсбенда «Нана» Но ряд заявленных культурных мероприятий Все же удалось спасти Их успели провести в последние два дня Рабочие пятидневки 28 октября в Ульяновске прибыло полку Профессиональных кинематографистов 16 начинающих кинолюбителей Стали профи Получив дипломы Санкт-Петербургского института кино и телевидения О переподготовке подробностей У Ярослава Щедрова Ульяновск стал одним из пяти российских регионов Где в рамках нацпроекта «Культура» Второй раз проходит обучение Межрегионального резерва творческой молодежи Дальнейшая часть – это их трудоустройство Помощь в трудоустройстве В тех киносъемочных группах Которые будут приезжать в регион Мы нацелены на то, чтобы люди Получили первичную профессию Кинопрофессию второго звена Чтобы они могли начать работу На съемочной площадке В качестве кого-либо из групп Режиссерской группы, операторской группы Какой-либо еще группы А потом они уже сделают дальше свой выбор Декан факультета дополнительного образования Считает, что их цель в первую очередь Помочь обучающимся определиться по жизни Итог любого обучения может быть отрицательным Когда человек попробовал И понял, что это не его Это очень хорошо Он не сделает ошибок в профессиональной жизни В дальнейшем и выберет ту профессию Которая ему по душе Впрочем, абитуриенты ульяновского этапа обучения Сделали свой выбор, в котором не сомневаются Меня Игната назвали в честь фильма Зеркало Тарковского Там у них, у Минковского И вот героиня, кто играет В мать одновременно и жену Был сын Игната И так как-то в семье любили кино С детства кино любили Я в детстве увлекался Лего-фильмами И, наверное, если этот микроб В тебя попадает Ты как бы этим живешь Ты чувствуешь, что ты можешь добавить В фильме что-то Как ты можешь изменить Реальность немножечко Поиграть, чтобы сделать фильм интересным И это очень интересный процесс Получившись на второго режиссера Или помощника костюмера Ребята теперь чуть больше Про себя понимают Я, конечно, себя понял Что я все-таки более творческая единица Чем производственная Но, тем не менее, лучше понимать Как все винтики работают В этом корабле По названиям кино Проект на этом не заканчивается Он находится в финале Определенного образовательного этапа Впереди у будущих Спилбергов И Феллини Общение с мэтрами Отечественного кинематографа От Овчарова до Сокурова И учеба, учеба, учеба Ярослав Щедров, Юрий Тимуин Репортер 73 Напомним телефоны 30-41-73 Ролики, сюжеты, объявления и бегущая строка Делайте новости вместе с нами Звоните 30-40-73 Смотрите Репортер не только в эфире Мы присутствуем на всех ведущих социальных платформах Инстаграм, Вконтакте Есть и в Одноклассниках Подпишитесь и следите за актуальными новостями региона В своем смартфоне Не успели посмотреть нас в эфире? Поможет Ютуб И, конечно, наш сайт www.reporter73.tv И да, самый простой способ найти Репортер всегда и везде Вбить в поисковой строке браузера «Репортер 73» Репортер 73» Субтитры создавал DimaTorzok